Дорогие друзья, доброе утро! С вами город Томск, Патр Константин, Томский Христианский Центр. Давайте с вами обратимся к Священному Писанию, это первое послание апостола Павла в Каринф, первая глава, я прочитаю с первого стиха, точнее прочитаю всего один стих. Павел, он представляется здесь как автор этого письма, волей Божью призванный апостол Иисуса Христа и еще называет имя одного брата. Я хочу остановиться вот на самом начале этого предложения. Павел, волей Божью призванный апостол. Здесь мы видим, что апостол Павел, он говорит о том, что он был призван именно волей Божьей. И мы знаем его призвание, мы знаем его обращение ко Христу, когда апостол Павел не собирался этого делать. То есть, грубо говоря, у него не было долгих размышлений, согласиться ему с христианством или не согласиться. Он занимался своей работой, он был инквизитором церкви и его задачей была арестовывать христиана. И мы знаем, что Христос является ему в пустыне, по дороге в Дамаск, таким чудесным мистическим образом, с такими переживаниями, с такими звуковыми эффектами. И у Павла же глаза, потом болели очень долго, он наслеп на некоторое время, он несколько дней не ел, его слепого привели в Дамаск к ученикам, он там был, там он принял крещение, за него там помолились, там он прозревает и он понимает, чем он будет заниматься. Он решил свою жизнь посредить Христу. И здесь вот есть некий такой вот намек апостола Павла на то, что он делает то, что он делает не потому, что он так решил, хотя где-то Павел тоже решение какое-то принимал, а потому что ему сказали, волей Божией я стал апостолом. Мое сегодняшнее такое увещевание, послание для церкви. Мы сегодня соглашаемся с волей Божией в нашу жизнь, или все-таки мы не согласны с некоторыми аспектами нашей жизни. Иногда нам что-то говорится, иногда мы это видим в Писании. Бог с нами говорит через Своё Слово. Очень часто Бог дает вам задания через родителей, если мы живем еще в доме, и у нас с нами есть родители, и мы с нами еще не семейные люди. Очень часто Бог к нам обращается посредством старших служителей, пастырей, Божьих мужей, Божьих жен, давая нам какую-то задачу ставить, работу какую-то, давая ответственность. И вот мы начинаем уклоняться, мы говорим, я так не чувствую, я так не переживаю, мне это еще не открыто, и там подобное. Но я прошу вас так больше не делать, а наоборот подчиниться воле Божьей. Потому что Бог, Он сегодня действует в своей церкви. Бог, Он в своей семье действует через родителей. В церкви Он действует через дары пророческие, Он действует через служителей, за рекомендованных служителей, с хорошими моральными принципами, с хорошим авторитетом. Вы люди уважаемые, это наши пастыри, наши учителя. И именно через них Бог может выражать не всю волю Божью в отношении нашей жизни, но какую-то частичку. Потому что всю волю Божью мы с вами знать не можем, она открывается нам частично. Итак, пускай нас Бог благословит, чтобы мы, может быть, тоже в свое время могли сказать, что я Константин, я волей Божьей стал Божьим служителем. Не потому что я так решил, я, может быть, даже не собирался этим заниматься. Но я с Богом согласился, и в этом было мое послушание, покорность Божьему Слову, Божьей воле. И Бог поэтому может легко использовать человека, который Ему покорил. Пускай мы все будем, как вот здесь нам дал пример апостола Павла в этом тексте. Павел волю Божью, апостол Иисуса Христа, призванный. То есть, человек, который был позван и направлен в определенном направлении для определенной работы. У каждого из нас есть задача, драгоценные братья и сестры, здесь, на этой земле, в воле Божьей исполнить свое приятное значение. С вами был Город Томск, пакар Маснахин, Томский Христианский Центр. Аминь.